Великая июльская среднемоторная революция Начиная с 60-го года инженеры General Motors построили множество концептов и экспериментальных машин, но ни одна из них в серию не пошла. До сегодняшнего дня. Знакомьтесь, это восьмой корветт в версии Stingray, то есть в кузове тарго со съемными секциями крыши. Силовая структура кузова выполнена из алюминиевых сплавов и как на хребет нанизана на жесткий центральный тоннель. Большинство деталей кузова стекло или углепластиковое. Например, передние и задние багажники, а также передняя панель сделаны из стекловолокна и смолы и получились настолько легкими, что не тонут в воде. В салоне развернутый к водителю экран мультимедиа-системы, скошенный сверху и снизу руль. Приборная панель полностью виртуальная, с экраном на 12 дюймов. Атмосферный двигатель LT2 это модернизированный LT1 от предыдущего корветта. Место механической и автоматической коробки занял первый в истории корветта восьмиступенчатый робот с двумя сцеплениями. С опциональным пакетом Z51 Performance разгон до 60 миль в час занимает менее трех секунд. Отправлена в отставку и архаичная подвеска с поперечной рессорой. Спереди и сзади теперь классические двухрычажки с пружинами. Выпуск корветта наладят в конце года на заводе Bowling Green в штате Кентукки. Цены пока не объявлены, но базовую обещают продавать менее чем за 60 тысяч долларов.